Сегодня щедрый вечер, канун Старого Нового Года. В народе этот день еще называют святки. Это предпоследний праздник в череде зимних, впереди крещение, которое православные отметят 19 января, а 12 дней от Рождества до Крещения считаются самыми благоприятными для различных гаданий. Корни многих традиционных гаданий уходят глубоко в старину. Ночь с 13 на 14 всегда считалась благоприятной не только для гадания, но и для загадывания заветного желания. Которая, судя по поверьям, обязательно сбудется. Всевозможные гадания на исполнение желаний, на хорошее замужество и карьеру до сих пор не утратили актуальности. Наши предки считали, что время на протяжении двух святочных недель после Рождества и до Крещения самое удачное для гадания. Почему эти гадания говорят правдивое? Потому что в это время истекает старое, и зарождается новое. И всегда хочется знать, какое новое зародится в твоей жизни. Самым древним считается гадание зеркалами на вызывании будущего жениха. Правда, решаются на него только самые отважные. Это и не странно, ведь далеко не каждая девушка осмелится в полночь при свещах искать рядом со своим зеркальным отражением облик суженного. Но есть и менее мистические способы гадания. Например, опустив прозрачный стакан, подвязанное за нитку кольцо, можно было узнать, в каком возрасте выйдешь замуж. Сколько растукнется, во столько лет и обручишься. Гадали в основном девушки. Одни действительно хотели узнать свою судьбу, другие просто хорошо проводили время. Таким образом настраивая себя на позитив на целый год. Девчонки собираются, всегда настроение приподнятое. То, что мы хотим прикоснуться к каким-то высшим силам, это так интересно. И вся эта суета уже начинается в ряд, когда у тебя такое настроение. Гадали также на картах, яблоках, спичках и даже валенках. Сейчас молодые девушки не столь суеверны, но все еще верят в мистику. Гадают на имя суженного, пишут мужские имена на клочках бумаги. Первое попавшееся под руку, согласно гаданию, должно стать именем будущего мужа. Сегодня к таким ритуалам относятся больше как к развлечению. Если предсказание устраивает, ему верят. Если нет, чаще вспоминают слова «Каждый сам кузнец своего счастья». Сбываются ли желания и предсказания, загаданные в канун этого праздника, и какими гаданиями пользуются запорожцы, мнения горожан на этот счет разделились. Если очень чего-то желать и хотеть, думаю, они обязательно сбываются. Просто нужно в это верить. Мне бабушка рассказывала, что они в детстве бросали свапоги через забор, и на какой дом попадет, там уже никто. Вообще никогда не гадал, не верил в это. Существует традиция гадать на свечах, когда смотря какой узор попадет в чашки, от капель свечи, так говорится образ любимого. Я не гадаю, я не имею гадать, мне никто не учил. Вообще гадают девочки вроде. Пишется много имен мальчиков, а на бумажке ложится под подушку, а потом утром достаешь. Если честно, я в таком русле не принимаю участие. Я каждый год пишу три записочки. Как я проведу год? Хорошо, плохо и среднее. В 70 лет я вытаскивала только хорошо и только среднее. Десятый вытучила плохо. Сейчас хочу узнать, как одиннадцатый будет. Продолжение следует...